Студенты губернаторского автомобильно-электромеханического техникума примут участие в чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту, который пройдет в Саратове. Именно в Балаковском техникуме студенты учатся на спасателей, и качество знаний и умений позволяет им представлять наш регион на соревнованиях самого различного уровня. И поэтому желающих поступить на такую нужную специальность всегда хватает. План набора у нас 250, мы его перевыполнили. Очень неотрадно, что по данной специальности, по данной компетентности, у нас всегда проходит конкурс, и проблем с набором у нас нет. Если говорить о суперподготовке, я бы так не сказал, это практически изнодневная подготовка наших спасателей, это та профессия, которую они изъясняют. И очень приятно, что преподаватели – это те люди, которые приходят после того, как они уныли в данной отрасли. В этом году ряды кадетов ГМТ пополнились на 304 новобранца. Около 25 человек в каждой группе. Они еще не надевают форму, поскольку впереди у них присяга. А пока на посвящении в первокурсники ребят угостили студенческой кашей и вручили студенческие же билеты. Добрые слова наставления сказал ребятам директор губернаторского техникума. Каждым годом мы все пополняем свой богон знаний, которые потом пронесем через чувство юный. Пусть студенческая пора будет радостной, незабываемой. Пусть экзамены и инсцеты сдаются легко. Это посвящение в первокурсники получилось необычным. Дело в том, что в техникум приехали гости из Германии, представители молодежной пожарной службы земли Гессен, которые тоже поздравили ребят со вступлением в ряды студентов. По доброй традиции студенческой кашей угостили и иностранных гостей. И хотя вступительные экзамены они не сдавали, им вручили студенческие билеты губернаторского техникума. Правда, символические. Студенты, которые уже освоили навыки оказания первой помощи и пожарного дела, организовали для первокурсников показательное выступление. Они позволяли из заблокированного автомобиля пострадавшего. Согласно вводным данным, открыть двери машины было невозможно. Поэтому спасатели зафиксировали автомобиль, чтобы он не раскачивался, обесточили проводку и разбили стекло, чтобы в салон смог проникнуть медик. Он зафиксировал пострадавшего, которого потом извлекли из транспортного средства. И на носилках доставили к машине скорой помощи. Кроме этого, студенты-спасатели продемонстрировали свои умения и навыки в развертывании пожарных рукавов, тушении возгорания, а также в эстафете. Спортсмены-пожарные показали, как происходит штурм горящего здания с помощью лестниц, а также спасение человека, которого, согласно заданию, ребята обнаружили на третьем этаже. И гости из Германии поставили высокую оценку мастерству студентов губернаторского автомобильно-электромеханического техникума и рассказали, как происходит обучение молодых пожарных в Германии. У нас образование построено так, что именно подрастающие пожарные, они не связаны с военными образовательными учреждениями. Самые пожарные части, добровольные пожарные части принимают участие в образовании. Мы начинаем работать с детьми в возрасте с 10 лет. Они до 18 лет находятся в молодежном отделении подготовки. Это молодежь в настоящих пожарных частях и имеет возможность увидеть, как все работает. У нас в федеральной земле ГЭСН примерно 26 500 молодых людей. Примерно раз или два в неделю приходят. Нам поразила подготовка, потому что очень хорошая организация. Видно, что это не просто показательное выступление, а именно, если что-то произойдет, будут готовы. Кстати, в рамках проведения мероприятий 25-го юбилея дружбы юных пожарных Саратовской области и земли ГЭСН балаковский школьник Руслан Базаров в составе делегации недавно побывал в Германии. С немецкими гостями он оказался знаком и вручил им памятные сувениры. А они ему диск с видеосюжетом о том, как проходил слет. Наша делегация в составе 25-го слета пожарных юных ездила в Германию, обменивались опытом. То есть германские дети и наши дети. Все то же самое, правила тушения такие же, пожаров, но машины более качественные. Руслан планирует пойти по стопам своего отца, который работает в МЧС. Поэтому и поступать будет, скорее всего, в губернаторский техникум. И он не сомневается, что здесь его научат всему, что нужно знать настоящему спасателю.